всем привет ребят привет и добро пожаловать на канал если вы впервые на нашем канале мы молодая семья из украины которая проживает больше конкретнее в городе вдыня и сегодня мы хотим поговорить о финансах это наверное самая такая нужная важная тема которую мы наконец-то затронем да нарешт и раз уж мы поговорим о финансах так как у нас вложек мы первым делом хотим зайти на рынок который находится в дыне купить а фруктовые овощи посмотреть вообще что там есть сейчас да и не це найближчий рынок який знаходится до нас и кудинам найпростіше добираться на дыне мы пришли с рынка и эти все покупочки у нас на 60 злотых да наприклад мы купили черешню на черешня кошла 18 злотых за килограмм а инша коштовала 14 очень очень все подешевело также очень классные персики нашли 14 злотых за килограмм купили 4 штучки они мягенькие и надеемся очень сладким также малинка 6 злотых огурцы сейчас 4 злотых килограмм и клубничка от 8 до 10 злотых килограмм мы купили за 10 так же нам писали про те что на рынках цены они идут трещики дорожче ниж в магазинах и тому я багато людей кидают перевагу саме магазин а тому что там дешевше но и как мы решили что все же качество на рынках нам больше подобается ниж в торговых центрах даже если за это доводится трещики переплатить да так как в Украине наоборот люди идут на рынки чтобы немного сэкономить а в торговых центрах у нас дорого и звісно те что мы купили на рынку нам на тиждень не хватит тому мы идем еще за иншой едею али цего разу мы идем в Ашан да Ашан очень сильно люблю там классные продукты да ну все поехали в Ашан как обычно так взяли фильтр для воды 21 злотый мы пьем воду с фильтром ну фильтрованную воду зашли на мороженые продукты вот есть раки пока они стоят 21 злотый золи номером ты бишь миди кальмары в общем куча всего мороженого что тут еще есть кролики есть целые кролики вот цены 33 злотых в общем и курица здесь недорогая вот курицу очень выгодно брать 9 злотых килограмм есть вот за 6 злотых килограмм вот что в Польше очень очень любят это колбаски я не ем не люблю говорят вкусные многие берут наши знакомые и вот в Польше любят в принципе недорого также в Ашане можно выбрать помидорки за 2,18 а можно за 5,29 то есть уже как вам понравится а если еще за 6 то есть все зависит от вас и Андрей вот дорогие берет я ему говорю бери дешевле а так мы экономим проходили мимо отдела суши и застряли все-таки решили что приготовим суши так как мы красные рыбки на бутерброды купили но все-таки решили взять еще листы и все чего у нас не хватает от васаби так и хотим порадовать нашего котика мокрым кормом для котят ну да он всегда такой только есть другие не берем так дальше обязательно травой мы берем сколько тут стоит 12 злотых это у нас почти каждую неделю покупается и самое главное это раз в месяц мы покупаем большой наполнитель для дакса сейчас такой вот такой мы покупаем сколько это 5 килограмм 10 до 10 до 10 и стоит 30 30 злотых а мы вернулись сашана и покупочек у нас на 160 злотых нам на неделю этого не хватает то есть все равно мы будем докупать крупы потому что купили только макароны это рис на суши овсянку на двоих каждое утро мы кушаем мы делаем гранолу дальше сахар мед в принципе некоторые продукты мы будем кушать допустим долго а некоторые быстро заканчиваются так что тут не угадаешь и просто мы собрали в речи как фильтр для воды это тоже на на каждый день но потом и укрепляем на 1 месяц покупаем фильтр для воды ну в общем вот так вот еще также коту купили мая это мокрый корм вот травичку которую каждую неделю покупаем и огромная 10 литровая упаковочка туалета это все на 50 злотых для кота ну и для нас вот немножко овощей также на рынке мы вот сегодня покупали в любом подком еще будем докупывать на протезе тоже не так да может быть соль закончится по-любому еще крупы также мясо потому что этого нам мало будет килограмма курицы ну и а вот эта вот штука классная именно вот это вот мексиканская мне понравилось мне девочка посоветовала спасибо большое очень очень вкусная а у нас у котика есть две мисочки такие прикольные вот это вот в украине покупалась я хочу его позвать на корм вообще моего не кормим мокрым корм потому что ему нельзя вообще мало чего можно помнишь мальчевозенька ты чего пикаешь будешь будешь как мы любим подожди нужно раз мой хороший боже мой это давно ты не мяукал все 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 боже мой как будто бы тебя не кормят и сегодня мы хотели разобрать такую тему как финансовую сторону в польше это самый часто задаваемый вопрос оно и понятно потому что все кто хотят приехать жить в польшу или заработать в польше или учиться польше естественно интересует одно это сколько мне хватит чтобы прожить нормально прожить или заработать но то есть этот вопрос нам задают очень 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 часто мы долго не могли подойти к этому вопросу но все же попытаемся сегодня его разобрать более детально с нашей стороны также мы поспрашивали наших друзей очень много об этом читали спрашивали так что если вам интересно оставайтесь с нами и также если вы с нами будете не согласны рады будем также услышать ваше мнение в комментариях или какие-то дополнения или свое мнение это будет очень очень ценно не только для нас но и для других кто смотрит это видео и так почнемо разбирать тему життя в польше финансовая сторона и почнемо напевно с того что хочется сказать ну здесь это напевно адмональная речь но все люди индивидуальны и у каждого есть свой стиль життя я бы сказал потому что есть некоторые люди которые могут на чем-то экономить а и некоторые люди которые живут по помню то есть они ни в чем не отмомняют и поэтому это как раз так как мы уже перед этим говорили может не спортироваться с вашей точки зрения оскольки мы хотели бы показать самым нашим то то мы спробуем его подраховывать такие средние значения то то мы не будем брать это загальная максимальная або минимальная мы попробуем взять и средний такие ревень на какие можно разраховывать то в плане зарплаты и финансовые очагования вы Funko Дагеджева даст человеку свои приоритеты кто-то допустим любит town покупать дорогую одежду но может экономить на еде кто-то как мы не можем экономить на еде то есть в нашей семье тратится на еду наверное максимум если там не считать квартиру то на еду мы тратим очень 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 довольно много вот кто-то из наших друзей больше тратит на одежду то есть но экономить на еде ну это очень-очень индивидуально кто-то любит ходить в клубы там допустим бары, не любят кушать дома. То есть это все зависит от человека. Хотел бы також сказать, что мы будем рассказывать самым про людей, которые приехали сюда жить. То есть не на заработки на пів года, а приехали самым для того, чтобы начать новое життя тут. Да, и потом мы говорим о двух взрослых людях с ребенком. Почнемо, напевно, с вопроса, которое тревожит всех людей, это квартира. Это, напевно, наиболее. И я думаю, минимальная сумма на квартиру, которую можно найти в третьем месте, это будет в районе двух тысяч. Это уже разом с коммуналами. Можливо, там будет на злотых 50, можливо, на 100 дешевше. Але я не думаю, что это будет сильно відрізняться с самой цією суммой. Также основное – это продукты. В среднем, как мы узнавали, семья тратит на продукты в месяц тысячу злотых. Это на троих людей, это значит 250 злотых в месяц. Это минимум. Также это бытовая химия. Это порошки, зубная паста, шампуни, мочалки. Абсолютно-абсолютно все, что сюда входит. Это примерно в месяц будет от 80 злотых до 100 злотых на бытовую химию. На бытовую химию, действительно, очень много денег входит. Оно очень дорогое. Также бы хотелось сказать несколько слов про проезд. Будем из того, что средний проезд не будет коштувати в районе 85 злотых. Да. И возьмем это на сколько? Это на одну людину. Но если возьмем на двух, это будет в районе 170 злотых. Если вы захочете путешествовать, например, с Кемкою, и вам нужно ехать с начала к концу и заканчивая Годанскую, то вам нужно будет платить в районе 130 злотых за человек. То есть лучше всего это, конечно, сэкономить на проезде и искать квартиру ближе к тому месту работы, потому этих трат у вас просто не будет. Наверное, если жить биле работы и все равно подорожать, вам все равно придется каких-то злотых 30 или 40 в месяц. Да. Если даже разовые билеты, все равно 30 злотых. Мы пробовали одного раза. Да. Мы так пробовали. Все равно куда-то едешь. Все равно куда-то нужно поехать, в какое-то место другое. Далее это у нас идет обязательно сотовая связь. Возьмем, напевно, по минимуму по 20 злотых на людину. Да. И если возьмем троих человек, это будет 60 злотых. Ну, мы платим больше. Сколько мы платим? У нас выходит больше через то, что мы больше используемся интернетом. Так как у нас дома поган интернет, нам приходится спасаться трещинами. Да, да. Далее это парикмахер. Мужская стрижка стоит в районе самая дешевая. Это 20 злотых, в лучшем случае, до 35. Ну и выше, выше, выше. Может быть, как по минимуму. Ну, возьмем среднее. Это пусть будет 30 злотых за парикмахерскую. Также мы не берем во внимание женские услуги маникюр, ресницы и такое прочее прочее. Допустим, я без этого обхожусь и как-то не знаю, сколько они там стоят. В общем, мы берем минимум такой, который нужен для жизни. А это уже у нас будут как дополнительные траты. Да, мы также можем оставить ссылку на программу и на сайт одной фирмы, где расписаны все услуги, абсолютно всех паперукарин и барбершопов в целом. И снова таки, если вы приезжаете с детьми, и детьми очень малого века, вам нужно будет в школу или в садик. Если вы не попали в детский садочек, который государственный, который можно подать, там есть один месяц весной, если вы уже не попали, вам придется идти в приватный садик. Частные садики в дыне довольно дорогие. Они начинаются от 600 злотых и выше, выше, выше. То есть, да, лучше, конечно, попасть в государственный, но это очень трудно. То есть, мы возьмем в среднем это 600 злотых. То есть, 600 плюс, я бы даже сказал, все заложить в садик. Если у вас есть машина, вы переехали с машины или купили здесь, приобрели, мы возьмем во внимание это бензин. На наш взгляд, на бензин можно потратить, ну, пусть будет 300 злотых. Я не знаю, кто сколько тратит, так что будет интересно. И на парковочное место примерно это, ну, пусть будет 150 злотых и бывает выше. То есть, бывает такое, да, что парковочные места уже входят в стоимость квартиры. Бывает такое, что можно, есть место, где припарковать там во дворе бесплатно, но бывают дома, где парковочные места, за них нужно оплатить отдельную сумму. И так уж хотелось бы еще сказать про додатковые витраты. А в дополнительные витраты может входить все что угодно. Это новый утюг, это может быть одежда, лекарства, поход к зубному, к хирургу. Мы берем такой вот просто минимум. Это сколько? Ну, напевно, это будет 300 или 400 злотых. Это, даже если вам нужно будет съездить терминово в Украину, или нужно просто кудись сходить, все равно мать с собой лишние 300-400 злотых, это просто обовязково, так как... Да, чужая страна, нет близких и родных. Так что, скажем, это не лишние деньги, а деньги дополнительные. 4 790 у нас вышло. Я бы сказал, это минимальная вартость проживания, на которую можно разраховывать при комфортном жителе, можно нормально харчеватись и без всяких проблем себе еще и до золота. Да, ну, конечно, если у вас нет машины, это уже минус 450 злотых затрат. А также, если вы живете близко возле работы, да, и вам не нужно часто ездить, не нужно покупать проездной, это месяц 20-30 злотых проезд. То есть, вообще можно икипить 100 злотых сэкономить. Да, это, конечно, очень-очень индивидуально. Также, ну, не знаю, вот в садик, если вы попадете в государственный, меньше платы, также, возможно, вам удастся квартиру. Возможно, вы комнату снимете, не обязательно квартиру, да, если вы захотите. То есть, это уже меньше траты. Ну, то есть, это очень-очень-очень индивидуально. Но, как бы мы посчитали, это примерно на троих людей 4790 злотых, чтобы комфортно жить в Польше. Причем, мы бы сказали, что это минимальная сумма для того, чтобы жить. Это, как минимум, для семьи из трех людей. Причем, это действительно минимум. Доброе утро, ребята! Привет! И сегодня у нас в воскресенье, мы едем на очень классный пляж, который нам не раз советовали в Казаньске. Так, мы раньше, мы решили из него съездить. А пока у нас солнышко, так что решили бы использовать этой возможностью. Загорать мы не сможем, у нас прохладно, но мы отдыхаем. Я хочу, чтобы подвесить. И вот наши траты на проезд за месяц. Мы берем троймейский билет, то есть по три города на СКМ. Стоит он 130 злотых и, ну, на двоих, то есть это 260 злотых в месяц у нас на проезд. Ну, мы решили, можно от станции до станции, это будет дешевле, правильно? Да, но мы часто пытаемся в сторону Гданьска, а дальше, чем, например, в Гданье. Думаю, нам потребнее квиточки на все трамясь. Да, нам так выгоднее, то есть мы посчитали нам так намного выгоднее, чем брать билетики поштучно. И приехали мы на стоги. Говорят, что тут очень классный пляж. Ну, сейчас посмотрим. Людей много. Также и здесь есть карта. Вот здесь. Это мы. Мы ходим сами. И тут есть какой-то интересный маршрут. Здесь очень пахнет гофрами. Это вафельки такие вкусные. И мороженое. Да. Потреблюсь себе десь каву, знаете, еще. Да, хотим кофе и идем топаем на пляж. Подимемся, какой тут пляж. Да. И вот так все хвалят. Дотопали мы до пляжика, правда, погода не очень. Ой, есть велостояночка. Эта есть. Это украл его, так же, красиво со ск späterка. И в разных cucumberхолета у нас не очень chorists. Если дала она, люди понятен не сняли в два. Я отниму какой-то вот такую- я живу привет. Вот думаю какой-то shutter, да и держать штуку по датону. И здесь я надо setting-Ру. когда должен ребят леген day херенок и терпелен как без хар Intro. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Одеяльце и будем кушать Ну что, приятного аппетита Всем, кто сейчас кушает Будем лопать домашние суши И правда На море вида нет Но все равно Привет! И еще несколько слов хотим сказать о финансах Кто бы что вам не говорил Кто бы сколько не прикидывал Сколько нужно для жизни Сколько хватит и не хватит Все индивидуально, все зависит от вас И нужно пробовать Даже если вам будет казаться, что суммы недостаточно А вдруг вам хватит Ну то есть это действительно нужно попробовать Кто бы что не говорил Оно может быть совершенно не так Действительно нужно приезжать и просто пробовать Потому что мы можем назвать одну сумму Кто-то может назвать другую Но для вас это может быть абсолютно другая сумма И также первые несколько месяцев Мы ввели свой бюджет Записывали абсолютно каждую покупку Потому что приехав сюда Было сложно сообразить Вообще на что деньги тратятся Потому что Ну непривычно взлот Их соотношение совершенно другое И бывало такое, что Ну нужно было ввести этот бюджет Чтобы потом в конце месяца Не остаться без денег Тобто это можно сказать Что не только в Польше Так само и по всему свету Так как цены на деякие товары Можут действительно отличаться От тех, до которых вы звукли И это отношение цен до продуктов И цен до товаров Например, от одежды Можут кардинально отличаться Банальный совет Но мы советуем вам ввести бюджет Он действительно помогает Несколько месяцев поведете Мы уже не ведем Как бы не записываем Мы уже привыкли Но сначала это нас действительно спасло И помогло сохранить Хорошее, стабильное Финансовое положение нашей семьи Да, ну и тем больше Так, как я помню Украина только приехала и запитывала А 15 злотых Это много? Да, это было так вообще Я боялась что-нибудь купить Потому что для меня это было Да, особенно проблема Если переводить это в гривни И то, например, этих самых 10 злотых Это было майже 70 гривен И я ничего не чувствую Никогда не переводите свои деньги Никогда свои купюры Злоты не переводите Потому что это огромная ошибка Действительно В общем, у нас такой вот сегодня день оказался очень эффектно Те волны выглядели в Гданске Очень классно А что за пляжи скажешь? До речи, очень хороший пляж Он мне понравился Он величезный Он и великий, и широкий На него может много людей поместиться Если солнце есть Я думаю, он тут часто бывает забитым Но оскільки мы сегодня ехали Это хмарно Была такая погода И майже половину трамвая ехали саме сюда И здесь комфортно Для именно того, чтобы приехать отдыхать Покупаться Позагорать Не знаю, или вообще это получится у нас Потому что уже второй месяц лета начался И... Ну, может быть, да А также по поводу продуктов Хотим сказать, что мы когда-то зимой Снимали недельку продуктов У нас есть видео Сколько мы тратим неделю Мы оставим ссылочки на эти видео внизу Очень хорошо сориентироваться Это и нас сориентировало Немножко, сколько мы тратим Но зимой это было около 50-60 долларов Да? Да, здесь так А сейчас мы тоже себя проконтролируем Мы хотим снять точно такое же видео Но уже летний вариант Сколько мы тратим Потому что уже даже самим интересно Так как продуктам мы уделяем Больше всего внимания То есть продукты у нас, наверное, на первом месте Да Тем более, что сейчас, как лето И сейчас уже трошечки інших продуктов Мы берем, чем те, которые брали зимой То есть мы больше пытаемся фруктов ести Еще и зимой мы ели много Но сейчас уже такие сезонные Больше фруктов и черешни, например Да, так что мы обязательно снимем неделю продуктов А пока едем домой Да, нужно до дома идти Доехали на трамвае до остановки скрям конечной В Гданске И сейчас В общем, будем сидеться на скрямочку И прямо домой У нас уже 5 вечера Пройдемся по столе скрямочкой Да, это хорошая скрямка Есть немножко похуже Есть даже получше Но в основном хорошие И наша постоянная рубрика Это готовка с колесниками Так как мы очень любим готовить вместе Так как наше маленькое хобби Потому обязательно Показываем вам Да Сегодня мы готовим салат Цезарь Здесь перед вами как раз находятся все ингредиенты Которые мы будем выкористовывать Курица у нас обжарена на сухой сковородочке То есть сначала я добавила водички Туда она себе на сковородочке кипела-кипела Потом водичка выкипела И она поджарилась То есть ни капли масла здесь нет И она довольно такая не сухая Потому что она как бы варилась в водичке Дальше это салат айсберг Сметанка Помидорки черри Вот такой вот сыр ваш они купили Тоже неплохой И сухарики Очень классные сухарики В общем, самые вкусные сухарики Для Цезаря это либо самому делать Но если лентяи, как мы То можно покупать в бедронке Они недорого стоят Они самые классные, самые вкусные То есть супер-супер-супер Вот в бедронке тоже можно найти что-то даже очень стоящее Также чесночок для сметанки И... А, и все, да? Да, и все По поводу еды Обеды я готовлю Андрею дома Чаще всего Но, скажем так, чтобы обедать нормально Сколько стоит у вас? Ну, все залежит от того, где мы обедаем Но это в среднем обходится от 15-16 злотых и высших Ну, на сколько может себе поесть Ну и дома это, конечно, еда полезнее Я стараюсь делать не жирно А зачастую, насколько мне известно В столовых или в таких бизнес-ланчах Там жирная еда попадается Да, бывает То есть это лучшее решение, конечно, дешевле и намного вкуснее и полезнее Ну и домашняя еда, это домашняя еда Да, 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 так что... Причем, хочу бы сказать, что очень много людей берут еду как раз с собой Ну, у нас, примерно так Причем и украинцы, и поляки Так, дальше мы вручную аккуратненько рвем помытые листочки Это больше водонеза, как декоративный характер Просто ее можно нарезать, кто хочет Да, мы натираем И также мы добавляем в салат сметанку с чесночком Такий себе наш соус Можно, конечно, майонез, можно домашний майонез самому сделать Но мы берем несколько калорийную сметанку и... Чесночок Сначала мы это все аккуратненько перемешаем А только потом уже сверху положим сухарики, чтобы они не размокли А сверху мы добавляем уже сухарики Конечно, этот салат не пойдет на конкурс Самый красивый салат в мире, но он самый вкусный И корыстный Да, и полезный, кроме сухариков Серьезно? Я не думаю, сухарики корыстные Нет Мое життя и мои стереотипы рушатся прямо на очах Все, ты думаешь? Сухарик Да, я думаю, все Ну все, приятного аппетита Смачного И на этом, пожалуй, все Ставьте пальчики вверх Подписывайтесь на канал Задавайте вопросы, оставляйте комментарии И пока-пока До новых встреч совсем скоро Па-па Кот Кот проглот Чего ты там увидел? Чего там? Разберись Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok